Производители сериалов не дремлют и работают в полную силу, обещая зрителям уже сейчас интереснейшее зрелище на 2024. Вот 15 самых ожидаемых сериалов 2024 года. Пингвин. Сериал, который является расширением вселенной фильма Бэтмен Мэтта Ривза и основан на комиксах издательства DC Comics о Пингвине. Главную роль исполнил, как и в фильме, Колин Фаррелл. Действие сериала развернется спустя неделю после событий как раз того фильма Бэтмен 2022 года и расскажет о приходе Освальда Коблпота, в народе просто пингвина, к власти над преступным миром Готэм-Сити. То есть повествование, как понятно, линейное. Сначала фильм Бэтмен 2022 года, потом вот этот сериал Пингвин, а дальше через годик в 2025 второй фильм про Бэтмена. Так что поклонникам вселенной Готэм-Сити от Мэтта Ривза смотреть обязательно. Аватар. Легенда об Аанге. Новая адаптация культового мультсериала от Никелодион, вдохновленного аниме и гонконгскими боевиками. В феврале 2024 этому мультику как раз исполняется 19 лет. Сюжет рассказывает о мальчике из племени воздушных кочевников по имени Аанг. В возрасте 11 лет он узнал, что является аватаром, властелином четырех стихий. Он должен будет спасти мир от уничтожения в войне против нации огня. Игровые адаптации «Тетрадь смерти» и «Ковбой Биба» под Netflix уже успели разочаровать фанатов, поэтому ожидания у поклонников от экранизации этого культового анимационного проекта, честно сказать, невысокие. С другой же стороны, в августе 23-го, там же, на Netflix, вышла экранизация манги «One Piece», которая приятно всех удивила, получив высокие оценки и от критиков, и от зрителей. Поэтому надежда на то, что аватар «Легенда об Аанге» будет как минимум неплохой, где-то глубоко все еще теплится. Fallout. Адаптация культовой серии видеоигр, которая сочетает в себе элементы вестерн, антиутопии, ретро-футуризма и постапокалипсиса. На самом деле, попытки перенести эту игру на экраны предпринимались уже не раз, но сейчас реализовать эту задачу и довести ее до зрителей в виде сериала взялись Amazon Studios и авторы «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой. По сюжету, в 2077 году случилась ядерная война. Спустя 219 лет обитатели ядерных убежищ вынуждены вернуться в облученной радиации ядерный ландшафт, оставленный их предками. Сюжет сериала полностью вписан в канон игр, но рассказывает самостоятельную историю, построенную вокруг трех центральных персонажей. Говорят, Нолан и Джой провели сотни часов в мире Fallout, чтобы прочувствовать философию и атмосферу этой легендарной игры. Они пообещали, что максимально сохранят эстетику оригинального мира, чтобы фанаты остались довольны. Задача трех тел. Экранизация одноименного фантастического романа Лю Цисиня, ставшего бестселлером не только у себя на родине, но и в США. Китайская сериальная версия уже вышла, а вот за англоязычную отвечают Дэвид Бэниоф и Ди Би Уайс, шоураннеры «Игры престолов». И это будет их первый сериал со времен финала культового фэнтези, вышедшего весной 2019 года. Во время культурной революции КНР посылает сигнал в космос, чтобы найти отклик от внеземных цивилизаций. Но неизвестные силы пытаются затормозить научный прогресс человечества. Непосредственно история о напряженном первом контакте с внеземным разумом, да еще и в сочетании с отличными авторами, уже доказавшими то, что они могут и умеют делать по-настоящему масштабные и крутые проекты, должна подарить нам только положительные эмоции. Агата Ковенхауса Спин-офф сериала «Ванда Вижн» от тех же авторов. Впервые зрители встретили Агату Харкнес, главную героиню этой истории, в вышеупомянутом «Ванда Вижн». Агата была там соседкой главных героев, а также являлась главной злодейкой. Она пыталась завладеть магическими талантами Ванды, но получила отпор в результате, чего стала считать себя обычной жительницей городка, забыв о том, кем является на самом деле. Но каким-то образом память к ней вернется, и Агате придется сражаться с другой могущественной колдуньей. Говорят, все должно быть мрачно, захватывающе и увлекательно. «Властелины воздуха» Среди продюсеров этого сериала Стивен Спилберг и Том Хэнкса. Среди режиссеров есть Кэрри Фукунага, режиссер первого сезона «Настоящего детектива». Ну и в актерском составе тоже немало звезд. Расскажет сериал историю о бойцах сотой бомбардировочной группы, известной как «Кровавая сотня», которые совершают опасные бомбовые рейды над нацистской Германии. Отличные актеры, крепкий авторский и продюсерский состав, а также бюджет в 250 миллионов долларов обещают нам хорошее зрелище. Мистер и миссис Смит Все помнят комедийный боевик 2005 года с таким же названием, где Анжелина Джоли и Брэд Питт сыграли супругов киллеров, которые не знали о работе друг друга. В общем, этот проект – сериальная адаптация той самой истории, а главные роли исполняют Дональд Гловер и Майя Эрскин. Сама концепция в сериале также меняется. Двое незнакомцев устраиваются на работу в таинственное шпионское агентство и для прикрытия вынуждены изображать семейную пару. Теперь Джон и Джейн Смит еженедельно выполняют рискованные задания, одновременно с этим преодолевая новые рубежи в личных отношениях. Тот факт, что сериал не будет дословным пересказом фильма, уже радует. При этом интересные отсылки к оригиналу тоже вроде как будут присутствовать. Остается надеяться на самое главное, что здесь должно быть – химию между главными героями, которые смогут разогнать эту историю. Сочувствующий. Сериал от студии А24 и режиссера культового олдбоя Пак Чханука. Добро пожаловать в Дерри. Хоррор-сериал, который станет предысторией к серии фильмов «Оно» Андреса Мускетти. Он же выступает и режиссером сериала. Действия здесь развернутся в 60-х годах, ведь, как мы все знаем, Пеннивайз обосновался в городке задолго до появления клуба неудачников. По сюжету четверо детей отправятся на поиски исчезнувшего друга. Увидим ли мы Пеннивайз в исполнении Билла Скарсгарда, пока неизвестно, но ввиду уже существующего авторского и актерского составов надежды поклонников мрачных, загадочных и увлекательных историй вполне оправданы. Грисельда. Мини-сериал от авторов «Нарко» и «Наркомексика». Он основан на биографии колумбийской наркобаронессы, роль которой воплотила здесь София Вергара. Грисельда Бланка построила свой наркобизнес в 70-е годы на крупной контрабанде кокаина из Колумбии в США. Она отличалась особой жестокостью при уничтожении конкурентов, в том числе лично убивала и расчленяла тела убитых. Вероятно, сериал сохранит дух прошлых проектов и расскажет крепкую и напряженную криминальную историю, надолго остающейся в памяти. Ходячие мертвецы. Выжившие. Еще одно расширение вселенной «Ходячих». На этот раз про Рика и Мишон в исполнении Эндрю Линкольна и Данай Гуриры. Сериал расскажет эпичную историю любви Рика и Мишон, которые сильно изменились после их последней встречи. Они должны будут разобраться в своих отношениях и попытаться вернуться к детям в Александрию. Сериал обещает наконец уже завершить сюжетные арки Рика и Мишон и дать долгожданные ответы на многие вопросы зрителей. Настоящий детектив. Ночная страна. Долгожданное возвращение культовой неонуарной антологии. В главных ролях на этот раз Джоди Фостер и Кали Рейс. Действие этого сезона разворачивается на арктической научной станции в небольшом городке на Аляске, где пропадают несколько человек. Распутывать это дело будут напарницы, которые попутно раскроют жуткие тайны жителей города и столкнуться с демонами своего собственного прошлого. Напомню, настоящий детектив это крепкая и мрачная криминальная антология, в которой каждая глава рассказывает об отдельной истории. По трейлеру новый сезон выглядит вполне обнадеживающе, так что ждем. Дом дракона. Второй сезон. Новый сезон сериала из вселенной Игры Престолов, действие которого происходит за 200 лет до событий, произошедших в самой Игре Престолов, и концентрируется на династии Таргариенов. Этот сезон будет сосредоточен на гражданской войне, именуемой «Танец драконов», которая определит судьбу Дома Таргариенов и всего Вестероса. Авторы обещают зрителям больше локаций по сравнению с первым сезоном и уже более активно подключить к сюжету разные королевства Вестероса. А еще, скорее всего, мы увидим одну из самых жестоких сюжетных линий из книг. Так что зрители точно не должны быть разочарованы. Уэнздэй. Второй сезон. Уэнздэй — это дочь Мартиша и Гомеса Адамсов. Как и ее семья, она родилась в 1938 году на страницах газетных комиксов. А в 2022 сериал о готичной девочке стал абсолютным хитом на Netflix, набрав миллиард часов просмотра. По словам одного из шоураннеров сериала, во втором сезоне будет уделено особое внимание взаимоотношениям главной героини и ее матери, Мартише. Кроме того, одним из главных персонажей во втором сезоне станет соседка Уэнздэй, которая наконец обрела свой дар и стала оборотнем. Да, и еще вновь большая часть событий будет происходить в школе Невермор. Ожидается еще больше мрачных тайн и полное погружение, во вселенную Уэнздэй Адамс. Аркейн. Второй сезон. Продолжение анимационного сериала, основанного на игре Лига Легенд. Первый сезон после выхода на Netflix в ноябре 2021 года вызвал небывалый ажиотаж у зрителей, заняв первые строчки рейтинга. В центре повествования сестры, которых судьба развела еще в детстве. Они хотят воссоединиться, но вынуждены бороться, представляя разные города. И однажды нас начнут уважать. Ждем такое же динамичное фэнтези, как и в первом сезоне. С тщательно проработанным интереснейшим миром, потрясающей детализацией и хорошо продуманными персонажами. На этом все. Спасибо за внимание и удачи. Ну да и заходи, если что.